Глубоко уважаемые коллеги, добрый вечер. Я искренне рад всех приветствовать. Меня зовут Гурам Лазишвили. Я благодарен вам за то, что вы нашли время послушать сегодня мою лекцию. Я постараюсь сегодня рассказать вам об очень интересном направлении современной травматологии и ортопедии. Это возможности использования клеточных и биотехнологий в лечении полнослойных поражений суставного хряща. Когда я готовил эту лекцию, я понял, что эта тема настолько обширная, настолько необъятная, что за выделенный короткий период времени я не смогу изложить и полностью раскрыть эту тему. Поэтому я решил остановиться сегодня на вопросах восстановления полнослойных поражений суставного хряща. Это та область, где очень широко применяются современные клеточные биотехнологии. Я вам постараюсь сегодня рассказать, что мы делаем, чем мы сегодня дышим, какие перспективы, какие горизонты будущего. Давайте вместе с вами попытаемся об этом разобраться. Что же такое хрящевая ткань? Все вы знаете, что это разновидность соединительной ткани. Она образована из плотного, упругого межклеточного вещества матрикса. Если посмотреть на эти картинки, основа – это матрикс. Вокруг него образуются клетки хондроциты, которые являются очень важной составляющей. И хрящевая ткань по своей структуре почти на 95% содержит именно матрикс и лишь незначительное количество хондроцитов. Именно матрикс определяет тип формируемого хряща и обеспечивает хондроциты необходимой окружающей средой. И еще один очень важный фактор, который отличает хрящевую ткань от других типов ткани – это отсутствие в хрящевой ткани сосудов и нервов. Мы знаем, что существует несколько типов хрящевой ткани. Если межклеточное вещество однородно, то этот хрящ называем гиалиновым, еще и мы его называем стекловидным. Если хрящ пронизан коллагеновыми волоконами – это волокнистый хрящ. И если он заключает в себе сеть эластических волокон – это эластический хрящ. Его еще мы называем сетчатый хрящ. Но нас больше всего интересует суставной хрящ – это гиалиновый хрящ. Я сегодня на примере именно коленного сустава, здесь больше всех примеров, я могу вам рассказать, как же происходит лечение наших пациентов. Что такое хрящ? Хрящ – это такая морфологически жесткая белая блестящая субстанция. Средняя толщина слоя от 2 до 4 мм. Все вы прекрасно знаете, что наши кости внутри сустава покрыты хрящевой тканью. И вот этот хрящ именно и называется суставной хрящ, и есть гиалиновый хрящ. Вот в норме он выглядит так, как на левой фотографии. Хрящ имеет слоистое строение. И вот именно от глубины поражения, от слоев поражения хрящевой ткани определяется классификационная стадия и определяется тактика лечения хрящевой ткани. Несколько слов буквально о классификационных стадиях поражения хрящевой ткани. Конечно, предложено большое количество разнообразных классификаций. Но мы сегодня используем международную признанную единую такую классификацию. Это классификация, которая в 2003 году была разработана и предложена Международным обществом по регенерации хряща, которая включает в себя несколько стадий. Первая стадия – это неполнослойное поражение. Здесь страдает только поверхностный слой. Как правило, это проявляется либо размягчением хрящевой ткани, либо вот такими линейными трещинами, либо разволокнением, то, что мы называем фибрилляцией. И очень часто вот эта стадия, она протекает бессимптомно, и мы обнаружим это как находка во время выполнения каких-то ортроскопических операций. Эта стадия, она, конечно, лечится консервативно. Вторая стадия – это уже более глубокая стадия. Здесь уже поражается и поверхностный, и более глубокий слой. Она может быть представлена абсолютно разными вариантами, и вот такими лоскутными отслоениями, вот такими эрозиями, обширными, разной формы. Самое главное, что надо понимать, если не оголена субхондральная кость, это считается вторая стадия. Это тоже неполнослойное поражение. И вот эту стадию мы тоже лечим консервативно. Ну, наверное, вот слово «лечим консервативно», оно не совсем, наверное, должно быть применимо. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что хрящевая ткань, она не регенерирует, она не восстанавливается. Поэтому это все поддерживающая терапия, направленная на улучшение качества жизни, на облегчение функции сустава и, самое главное, на остановку прогрессирования этого заболевания. Более тяжелая стадия, третья стадия – это полнослойные поражения, когда уже оголена у нас костная ткань, хрящевой ткани уже на этой поверхности нет, но субхондральная кость здоровая. Это очень важная составляющая вот этой стадии. И это третья стадия. Здесь, конечно, мы лечим эту стадию хирургическими методами. И четвертая стадия – это самая сложная стадия, когда уже полнослойный дефект, поражается и хрящевая ткань, и костная ткань. И это самая сложная группа пациентов. Конечно, здесь однозначно вопрос в сторону оперативного лечения. Я взял на себя смелость и немножко модифицировал четвертую стадию и выделил две подстадии. Это стадия, когда нет дефицита костной ткани, как вот вы видите вот здесь. Это обширные костно-хрящевые дефекты. И стадия B – это уже с дефицитом кости, когда большой кратерообразный дефект с отсутствием костной ткани, хрящевой ткани. К четвертой стадии мы также относим рассекающий устахондрит коленного сустава. Вот вы видите все вот эти фотографии. Это истинная форма проявления так называемой болезни Кёнига. Самая, конечно, сложная группа пациентов – это пациенты с костно-хрящевыми дефектами. Здесь мы выделяем первое – это устахондральный перелом. Это может быть свежее повреждение. Размеры дефекта хрящевой ткани могут быть абсолютно разные. Это субхондральные переломы, когда хрящевая пластина цела, но травмирована подлежащая субхондральной кость. Я еще это называю субхондральный стресс. Это может быть пусковой механизм, каким-то форма последующим развития локальных ассептических некрозов. Это рассекающий устахондрит, о котором я уже поминал, в истинной форме его проявления. Это тоже локальные шемии кости, как пусковой механизм. И локальные изменения, артрозные изменения. Вот эти все виды поражений абсолютно разные по этиологии, по патогенезу и, самое главное, по лечебной тактике. Вот сейчас я хочу остановиться на наших возможностях. О консервативном, поддерживающем лечении мы поговорим в конце презентации. Сейчас я хочу остановиться на ряде технологий. Вы знаете, я сразу хочу вас предупредить, что я не буду сегодня вам рассказывать о каких-то дорогостоящих технологиях, я не буду рассказывать и экскурс делать о том, какие технологии в каких зарубежных клиниках применяются. Я остановлюсь на доступных нам сегодня для массового широкого применения в российском здравоохранении технологиях, которые реально работают, которые реально эффективны и обладают очень высоким регенеративным потенциалом. Очень распространенная технология – это формирование микропереломов субхондральной кости. Эта технология, я называю ее палочкой-выручалочка, когда мы можем с полнослойным дефектом столкнуться неожиданно во время ортроскопической операции, это может быть ортроскопической находкой, и под руками у нас может не оказаться каких-то биологических материалов для восстановления хрящевой ткани. Поэтому нам на помощь приходит технология формирования микропереломов или тонализация с помощью сверел тонких или спиц. Смысл в том, что сначала обрабатываются края дефекта. Очень важно субхондральной кости удалить так называемый кальцифицированный слой хрящевой ткани. Если он не удален, то успеха у этой технологии не будет. После того, как мы обработали и субхондральную кость, мы формируем либо микропереломы в кости, либо немножко рассверливаем для того, чтобы обеспечить выход на поверхность кости костного мозга. Сгусток костного мозга обладает очень мощным потенциалом. Вы знаете, что костный мозг содержит огромное количество стволовых клеток, которые обладают очень мощным регенеративным потенциалом. И на этом месте в последующем образуется хрящевая ткань. Эта технология имеет право применяться при третьей стадии поражения, то есть при здоровой субхондральной кости. И размер дефекта не должен превышать 5 квадратных сантиметров. Доказательство моих слов. Вот одно из клинических наблюдений. Когда вот такой дефект, были сформированы отверстия, мы получили потрясающий сгусток костного мозга. И через два года во время ревизионной ортроскопии мы увидели, что на этом месте образовалась прекрасная хрящевая ткань. Что говорит о том, что эта технология действительно работает. Как понять вообще, мы добились успеха или нет? Если после формирования отверстий или микропереломов мы получили признаки кровотечения из этих отверстий, значит мы выполнили все правильно. Конечно, самая эффективная эта технология при свежих хондральных повреждениях, когда нет возможности рефиксировать хрящевую пластину. Но здесь субхондральная кость здоровая, кровоснабжение ненарушено. И, конечно, результаты этих операций при свежих травмах могут быть очень хорошими. Но в то время, если мы делаем микропереломы, не получаем никаких признаков кровотечения, вот вы видите вот эти этапы ортроскопической операции, то здесь мы должны задуматься о том, что есть какая-то проблема с костной тканью, и это может все равно в последующем дать отрицательный результат. Вот вы посмотрите, мы выполнили микрофактурирование, мы не увидели кровотечения, но в то же время через два года мы увидели, что на этом месте образовалась хрящевая ткань. Каким же образом она образовалась? Мы должны помнить, что синвяльная среда также обладает очень мощным регенеративным потенциалом, тоже содержит в себе большое количество стволовых клеток. Но вот у этого же пациента, обратите внимание, через два года произошло прогрессирующее разрушение субхондральной кости. Это говорит о том, что изначально вот эта кость больная, некровоснабжаемая, она патологически измененная. Технология индуцированного матрицы аутохондрогенеза, технология АМИК. Это очень распространенная в мировой практике биотехнология. Мы ее в нашей стране тоже очень широко используем. Она основана на санации дефекта, выравнивании крови дефекта, санации субхондральной кости, формировании отверстий в кости, чтобы обеспечить выход костного мозга на поверхность. И вот сгусток костного мозга стабилизируется коллагеновой мембраной на поверхности дефекта. Эту мембрану можно приклеить либо фибриновым клеем, либо пришить тонкими нитками к окружающему здоровому хрящу. Вот эти коллагеновые мембраны, они имеют пористую структуру, они впитывают в себя клетки костного мозга, активизируется процесс нового хондрогенеза, и на этом месте в последующем образуется хрящевая ткань. А когда показана эта технология? При полнослойных дефектах хряща, при третьей стадии поражения, то есть кость должна быть здоровой, площадь поражения не более 8 квадратных сантиметров, не более двух дефектов в одном суставе, это неповреждённый окружающий хрящ, неизменённая ось нижней конечности и жизнеспособная, как я уже сказал, субхондральная кость. Когда нельзя использовать эту технологию? Когда кость нежизнеспособна, некровоснабжаемая, площадь поражения более 8 квадратных сантиметров, более двух дефектов в одном суставе, это так называемые целующиеся дефекты, когда они располагаются друг над другом, это повреждённый окружающий хрящ, это изменённая ось нижней конечности и, естественно, нестабильность коленного сустава. Вот эти те составляющие, которые нас сегодня ограничивают при именении этой технологии. В тех случаях, когда у пациентов есть изменённая ось конечности, то первым этапом операции в ряде случаев приходится производить коррекцию оси, так называемой корригирующей остатомии, и следом за этим выполнять уже либо хондропластику, либо костно-хрящевую пластику. Это очень важная составляющая. Работает ли эта технология? Ну вот одно из клинических наблюдений, когда вот такой дефект обработан, сформированы отверстия, имплантирована мембрана, и через год и четыре месяца на том месте, где была мембрана, образовалась прочная, хорошая консистенция хрящевая ткань. Сегодня мы перед тем, как эту мембрану имплантировать, мы её выдерживаем где-то минут 20 в взвесе из обогащённой тромбоцитами аутоплазмы крови, и только после этого имплантируем. Результаты этих операций ещё лучше. Вы видите четыре разных абсолютно коллагеновых мембран, которые трансформировались в хрящевую ткань на разных сроках, каждая по-своему. Это говорит о том, что коллагеновые мембраны не всегда трансформируются в хрящевую ткань. Но надо всегда помнить о том, что образуется гиалин, не образуется гиалиновый хрящ, а всегда образуется волокнистый хрящ. Я с гордостью хочу сказать, что российские учёные разработали современную отечественную коллагеновую мембрану. Это потрясающий продукт. Я принимал активное участие в экспериментальных исследованиях, клинических исследованиях. Вы видите фотографии, которые мы делали во время операции на крупных животных, в частности на свиньях. Имплантированы были мембраны по технологии АМИК. И мы изучали, как трансформируется эта мембрана в хрящевую ткань на разных сроках. Обратите внимание, что через два, через три, через шесть месяцев на том месте, где была мембрана, образовалась хрящевая ткань. Это подтверждает тот факт, что технология АМИК реально рабочая, реально дающая очень хороший эффект. А когда нельзя применять эту технологию? При обширных артрозных изменениях. Когда есть обширные поражения хрящевой ткани, эта технология может оказаться малоэффективной. Вот в данном клиническом кейсе, наверное, был в предоперационном периоде недооценена площадь поражения хрящевой ткани. И, конечно, вынуждены были имплантировать большое количество этих мембран, но через шесть месяцев мы увидели, что результаты не самые хорошие. Костные столбики, несмотря на то, что прижились после пластики, хрящевая ткань, боюсь, что на этом месте не образовалась. И, конечно, пациент продолжает испытывать болевые ощущения. Сейчас мы проводим консервативную терапию, думаем, что делать с этим дальше. Поэтому при выраженных артрозных изменениях применять эту технологию я настоятельно не рекомендую. Также не рекомендую применять эту технологию, если мы видим, что субхондральная кость склеротически измененная, некровоснабжаемая, это патологически измененная кость, и на нее имплантируют мембрану абсолютно бессмысленно, потому что вот в этом случае через 8 лет мы увидели разрушение субхондральной кости, и самое главное, при повторной операции у этой пациентки обнаружено, что хрящевая ткань полноценно не образовалась. Поэтому состояние субхондральной кости играет основу всех наших операций, успеха наших операций. Очень важная составляющая – это обязательное выравнивание краев дефекта. Наши экспериментальные исследования на животных показали, что трансформация мембраны, она начинается в первую очередь именно с краев дефекта. Поэтому не должно быть никаких острых выступов, не должно быть никаких заломов, должен быть ровный круглый дефект, и в этом случае хрящевая мембрана будет качественно трансформирована на хрящевую ткань. Чего боятся мембраны? Конечно, они боятся синовитов в послеоперационном периоде. Агрессивная синовиальная среда, тем более на фоне воспалительных явлений, она приводит к тому, что лизируется коллагеновая мембрана, лизируется костная составляющая, и результаты этих операций могут быть очень неудовлетворительными, как вы видите на этой фотографии. Я сейчас перейду на следующую технологию, но я хочу сказать, что буквально на днях, когда я готовился к сегодняшней лекции, я прочитал мета-анализ, который был за рубежом опубликован в Швейцарии, десятилетний опыт применения технологии АМИК, и были показаны, конечно, фантастические результаты. Поэтому сегодня эта технология нам всем доступна, никаких проблем нет, есть российские аналоги, есть российские коллагеновые мембраны, которые могут широко использоваться, и ваши пациенты будут чувствовать себя прекрасно. В тех случаях, если речь идет о костно-хрящевых дефектах, конечно, всем хорошо, во всяком случае, ортопедам и травматологам, хорошо известная технология – это мозаичная пластика. Она заключается в том, что из неконтактных зон берутся столбики кости с хрящом, которые в последующем имплантируются, как мозаика в зону поражения. Очень важно правильно размещать столбики трансплантата, они должны располагаться максимально близко или вплотно друг к другу. Только после этого мы можем получить вот такую прекрасную картинку, вот такой прекрасный результат, который мы видим через 6 лет после выполнения мозаичной пластики. Это идеальная методика для пластики небольших костно-хрящевых дефектов. Здесь мы одномоментно восстанавливаем и кость, и хрящ. При этом сохраняется гиалиновая структура хряща. Эту методику можно выполнить как открытым способом, так и ортроскопическим. Все зависит от размера дефекта. Но эта методика абсолютно не подходит для пластики больших дефектов, потому что мы здесь столкнемся с дефицитом пластического материала, с проблемами в пателофеморальном сочленении, проблемами в донорских областях. Это важно помнить. Буквально несколько слов о проблемах донорских дефектов. Раньше считалось, что те места, откуда мы берем эти столбики, можно не заполнять. Но годы практики они показали обратное, и показали, что вот эти донорские дефекты, они так и остаются незакрытыми, не зарастают костной тканью. И вы видите картинки компьютерной томографии, донорские дефекты, они так и остаются пустыми. В то время как зона мозаичной пластики прекрасно регенерировала. Эта картинка через 21 год. Сегодня оптимальный материал, чтобы заполнить вот эти донорские дефекты, это гранулированная биокость, смешанная в равных пропорциях с аутологичной костью. И это делать нужно обязательно. Нельзя выполнять мозаичную пластику при обширных таких дефектах, когда мы понимаем, что кровоснабжение кости, оно нарушено. В этом случае, конечно, все будет лизировано, и костные столбики, и хрящевые поверхности. И, конечно, вот при таких поражениях мы должны сегодня смотреть сразу же в сторону одному щелкового протезирования. Понятно, что если речь идет о 15-16-летних пациентах, то мы, конечно, даем шанс, потому что в таком возрасте эндопротезирование-то и язык не поворачивается предлагать пациенту. Но уже пациенты возрастной группы мы должны помнить о том, что есть методика одному щелкового протезирования, прекрасная методика, и надо уже смотреть в ее сторону. Мозаичная аллопластика. То есть та же самая мозаичная пластика, но с использованием донорских трубных материалов, консервированного тканей. К сожалению, это методика, которую вы не знаете никогда, чем она закончится и как она повернется. Это всегда 50 на 50, и у половины наших пациентов эти костно-хрящевые столбики лизировались. Мы понимаем, что здесь, конечно, идет большой конфликт с иммунной системой организма. Эти пациенты должны получать иммуносупрессию, но даже на фоне получения иммуносупрессии нет никакой гарантии, что костно-хрящевые трансплантаты приживутся. Но в то же время однозначно отвергать методику аллопластики я не берусь, потому что у нас есть примеры, когда блестящие, ну не блестящие, скажем так, хорошие результаты мы получали. И вот вы видите, после вот такой мозаичной аллопластики у пациента через 6 лет все восстановлено, дефект восстановлен. Правда, конечно, на КТ мы не видим идеальной картинки как при здоровом суставе, но если применительно как к аллопластике, то ничего не лизировалось, при том, что пациент не получал иммуносупрессию. Еще один клинический пример. Посмотрите, вот была выполнена имплантация двух столбиков аллогенных, и через год на компьютерной томографии все на месте, результат очень хороший, и пациент очень доволен вообще функцией коленного сустава. Я хочу вернуться вот таким обширным костно-хрящевым дефектом с большим дефицитом костной ткани, с неженеспособной костью. Мы понимаем, что такие пациенты требуют в первую очередь костной пластики дефекта, и какие проблемы могут быть, с какими проблемами мы можем столкнуться. Первое, это пластика вот этого дефекта биокостью, гранулированной, измельченной биологической костью. Сегодня я настоятельно не советую это делать, многие хирурги продолжают это делать, но мы сегодня столкнулись с обратным. Во-первых, большая площадь поражения, нет возможности стабилизировать вот эти гранулы биологической кости, биокости, а это биокость на основе кальцио-фосфатных структур. И имплантировать мембрану на вот эту биокость тоже сегодня мы считаем абсолютно бесперспективным. Потому что на этом месте мембраны никогда не трансформируются в хрящевую ткань, а вот эти гранулы, во-первых, они очень долго перестраиваются, уходят годы, а то и десятилетия, и они могут также выпадать в полусуставы из-за того, что они не являются стабильной основой. Использование измельченно-аутологичной кости. Очень хорошая методика, действительно родная кость, кровоснабжаемая кость, по идее мы должны ждать очень хорошей регенерации, консолидации, но мы можем столкнуться с тем, что будет лизис этих костного материала аутологичного, при том, что коллагеновая мембрана, она трансформируется в хрящ, но в глубине происходит лизис вот этих костных субстанций. Поэтому мы сегодня понимаем, что костная основа должна быть стабильная, кровоснабжаемая, и имплантация мембрана, она возможна только на стабильную костную основу. И вот опять возвращаюсь к костной пластике дефекта, и возникает ряд вопросов. Где взять достаточное количество вот эту аутологичную кость, поскольку биокость мы уже с вами отвергли, как обеспечить стабильность этой кости, и как гарантировать кровоснабжение этой кости. Вот это три основных составляющих, от которых в целом зависит успех нашей последующей операции. Мы проанализировали очень большой наш клинический материал, который занимает, наверное, 20-летний период нашей практики, изучили результаты всех операций, как ими применили, и вот в стенах первой городской клинической больницы, в которой я имею честь работать уже с 1986 года, это 38 лет. Надеюсь, я еще поработаю в этой больнице, и вот в стенах первой городской больницы родилась методика, которую я с гордостью вам представляю, называется гибридная костно-хрящевая пластика. Мы получили патент на эту методику. Она настолько простая, что я даже, вы знаете, удивился, как мы вообще раньше не могли додуматься до возможности использования и разработки вот этой технологии. В чем она заключается? С помощью вот таких полых фрез из эпицентра поражения высверливается патологически измененная кость в нужном количестве, на нужную глубину, нужного диаметра. На этом месте образуются вот такие цилиндрические дефекты. Их нужно нам заполнить здоровой костью, экспонгиозной кости. Откуда ее взять? Из боковых отделов мышелков бедренных костей, мышелков большеберцовой кости. Вот те места, откуда мы берем эти столбики, мы называем это донорские дефекты, они в последующем заполняются. Вот эти костные столбики, они моделируются и имплантируются в ту зону, откуда мы выстрелили патологически измененную кость. Разница диаметром между ложем и самим столбиком 1 мм, за счет заклинивание этих столбиков, очень прочная фиксация, столбики рассверливаются, получаем кровотечение, выход костного мозга и сверху уже имплантируется коллагеновая мембрана. Оказалось, что настолько простая технология, но очень эффективная технология. С помощью этой технологии нам удается восстановить очень большие по площади поражения костно-хрящевые дефекты. Материалов всегда хватает, мы не испытываем проблем с дефицитом пластического материала и сегодня это наша основная методика при обширных костно-хрящевых дефектах. Мы не останавливаемся, пытаемся улучшить результаты вот этой же гибридной костно-хрящевой пластики. Мы разработали методику биологического сэндвича. Сейчас мы оформляем патент на эту технологию. Она заключается в том, что если речь идет об болезни кёнига, то бишь рассекающей мосту хандрити и сохраненной хрящевой пластиной, то мы этот хрящ не утилизируем, мы его измельчаем. После костной пластики дефекта укладываем на вот эту костную основу и уже поверх этого имплантируем коллагеновую мембрану, применив при этом специальные гели на основе активированной плазмы крови. Донорские дефекты закрываются уже либо аллокостью, либо биокостью. Здесь мы можем применять смело. А работает ли технология вот этого биологического сэндвича? Вот клинический пример, когда мы через 3,5 месяца пациенту выполняли артероскопическое рассечение спаек, чтобы дать свободу движения в суставе, естественно, мы заглянули под мембрану, обратите внимание, мембрана полностью трансформировалась в хрящевую ткань, а под этой коллагеновой мембраной большой слой здоровой хрящевой ткани, которую мы имплантировали, измельчили и имплантировали во время операции. Очень хороший результат вот этой операции. Сегодня вместо мембран мы тоже широко используем так называемые биогели на основе хитозана. Сегодня мы можем использовать их в чистом виде, мы смешиваем с концентратом костного мозга, чтобы обогатить клетками, и эта гель она также трансформируется в хрящевую ткань. Пока я не могу вам представить результатов ревизионных ротроскопических операций, но анализ вот картинок МРТ через, например, в данном клиническом кейсе через 6,5 месяцев нас обнадеживает. Очень хорошая технология, эти биогели тоже могут использоваться. А это вообще один из последних моих пациентов, когда мы вообще с такой площадью поражений, с такими размерами дефекта, я в своей практике еще не встречался. Молодой пациент, 23 лет, огромнейший дефект, мышелка, предложите ему эндопротезирование коленного сустава, у меня язык не повернулся, поэтому мы выполнили гибридную пластику с имплантацией трех столбиков, имплантировали хрящие измельченные, так называемые технологии биологического сэндвича, и уже сверху мембрана пропитана и обогащена тромбоцитами плазмой крови. Очень аккуратно смотрите в сторону выполнения каких-то реконструктивных операций костно-хрящевой пластики, либо хондропластики у пациентов с высоким индексом массы тела. Избыточная нагрузка на зону пластики последующим может привести к разрушению этой зоны и результаты операции будут не самыми эффективными. Категорически не рекомендую выполнять какие-либо операции при острой стадии ишемии и кости, при каких-то острых стадиях ассептического некроза, эти пациенты должны получать консервативную терапию, в противном случае, если мы выполним операцию на вот таких острых стадиях ишемии и кости, то мы не получим удовлетворительных результатов, костные трансплантаты лизируются, хрящевые мембраны тоже лизируются, и все вот эти биотехнологии, какие мы можем применять, они будут абсолютно неэффективны. Поэтому эти пациенты должны получать мощную консервативную терапию, и ждем исхода вот этого ассептического некроза, и после этого мы уже принимаем решение в сторону той или иной операции. И вот я сейчас хочу остановиться на самом главном. Красиво выполнена операция, это ровно 50% от успеха. Очень важно это послеоперационная консервативная поддержка. Мы провели исследование и доказательно можем представить наши результаты, я думаю, что это в одной из следующих наших лекций будет, когда мы увидели огромнейшую разницу в качестве регенерации вот этих зон у пациентов, которым консервативная поддержка не проводилась, и у пациента, которым консервативная поддержка сегодня проводится. Что включает в себя вот эта послеоперационная консервативная поддержка? Это прием нестеройно-противовоспалительных препаратов, это препаратов, содержащих кальций, витамин D, это хондропротективная терапия, обязательно сослудистая терапия, чтобы действовать на микроциркуляцию костной ткани, это внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты, это внутрисуставное введение гомеопатических препаратов, ПИРП-терапия, всем хорошо известная широко сегодня применяемая клеточная технология, это внутрисуставное введение, обогащенное тромбоцитами аутоплазмы крови. Мы можем применять эту же технологию вместе с гиалуроновой кислотой, так называемой технологией целлюлярного матрикса. В нашем арсенале биотехнологий, клеточных технологий используют стромарно-васкулярные фракции, то есть использование стволовых клеток и жировой ткани выделенных. Естественно, мы можем использовать концентрат костного мозга, содержащий огромный потенциал стволовых клеток, который обладает очень мощным регенеративным потенциалом. И вот основной вопрос, а так ли будет, повлияют ли эти все технологии на образование новой хрящевой ткани, на регенерацию хрящевой ткани? Нет, не повлияют. Все вот эти технологии, они позволяют внутри сустава создать такие благоприятные условия, чтобы имплантированные костные ткани, имплантированные коллагенами мембраны не лизировались, а качественно перестроились и трансформировались. Потому что если в суставе поддерживается после операционного периода, воспалительный процесс, синовиды, то вот это агрессивные среды, они могут привести просто к катастрофе и вся наша операция может сойти на нет от отсутствия послеоперационной консервативной поддержки. Теперь в начале моей презентации я сказал, что мы первые две стадии пациентов поддерживаем с помощью консервативной терапии. Какая же это консервативная терапия? Да вот все то же самое. Все то, что мы используем в послеперационном периоде, мы очень широко используем нашим пациентам и без операции. Все те же самые гиалуроновые кислоты, те же самые пирпи-терапии. Ну правда СВФ я не использую при ранних стадиях артроза и концентрат костного мозга. Это в основном такие операционные технологии и послеоперационные технологии. А вот препараты гиалуроновой кислоты, гомеопатические препараты и терапия основные составляющие нашей биологической терапии наших пациентов. Сегодня в нашей специальности есть такое понятие как ортобиология. Ортобиология это возможность использования всех биологических технологий для воздействия на ткани как внутрисуставные так и внесуставные которые действительно дают реально выраженные положительные эффекты и самое главное что они абсолютно безопасны. Ну вот если касаться вот этих биологических методов терапии то конечно это отдельная лекция должна быть причем по каждой из этих технологий должна быть отдельная лекция потому что в общих чертах об этом не расскажешь но вы должны понимать что должен быть протокол после операционного ведения больных и самое главное это наблюдение за пациентами обязательно нужно наблюдать за пациентами потому что к сожалению мы столкнулись что во многих медицинских учреждениях врачи которые не знакомы с этими технологиями не знают как вести этих пациентов они не назначают вот такой послеоперационной консервативной поддержки поэтому мы всех наших пациентов ведем до полного выздоровления даем регулярные рекомендации настоятельно рекомендую вам делать то же самое ну наверно вот я как бы вот если не хочу сказать что вкратце но вот в общих чертах рассказал вам о наших сегодня возможностях что мы можем применять что мы не должны применять мы будем готовить и следующие лекции для вас и следующие презентации по современному подходу биологической терапии ну вот сегодня вот как-то вот то что я хотел вам рассказать я вам изложил я благодарю вас за внимание вот есть вопросы Мария задала насколько технология АМИГ является безопасным и эффективным методом лечения локальных повреждений хрящей крупных суставов Мария добрый вечер я благодарю вас что вы внимательно выслушали мою лекцию и задали очень-очень важный вопрос очень эффективная и абсолютно безопасная технология но в этой технологии в применении технологии есть много но ее нужно правильно применять если эта технология применена неправильно и об этом я вам попытался рассказать сегодняшней моей лекции то конечно результаты могут быть не самыми лучшими но если соблюдать все необходимые вот пункты и критерии использования этой технологии то очень хорошим эффектом обладает эта технология тем более что она сегодня доступна она экономически очень выгодна это абсолютно недорогая технология она может применяться в любом медицинском учреждении где занимаются лечением патологии этих суставов Евгения задает вопрос добрый вечер добрый вечер Евгения что говорят исследования о долгосрочных результатах применения клеточных технологий спортивной травматологии ну Евгения я ну вот слово долгосрочных здесь конечно нужно немножко обозначить рамки если взять например за 10-летний период а это самый пик когда эти технологии стали применяться то потрясающие результаты дают эти технологии особенно вот PRP терапия плазмотерапия в спортивной травматологии ведь мы говорим не только о повреждениях суставов это повреждения мышц сухожилий связок и вот эти современные клеточные технологии они действительно помогают очень быстро восстановить пациентов очень качественно полечить этих пациентов и позволить им вернуться к прежней спортивной деятельности Сергей добрый вечер Сергей в каких тяжелых клинических случаях показана ала или аутопластика Сергей давайте так вопрос аутопластики я наверное сниму с повестки дня потому что я сегодня отказался от применения этой технологии я понимаю прекрасно что это связано с определенными проблемами в первую очередь я сегодня если говорить честно не нашел лаборатории которая могла для меня производить для моих пациентов производить качественные алло материалы к сожалению нет возможности применения свежезамороженных материалов и самое главное что все эти пациенты требуют последующим очень дорогостоящей иммуносупрессии и даже применение иммуносупрессии абсолютно не гарантирует что вот эти технологии алло они будут очень эффективными поэтому я сегодня смотрю в сторону аутопластических реконструкций и ну конечно отговаривать вас я не имею права но в то же время с высоты вот моего опыта я бы вам не советовал бы заниматься аллопластикой Владимир здравствуйте здравствуйте Владимир какой источник стволовых клеток предпочтительны при лечении травматических повреждений сухожилий и связок ну здесь наиболее популярные наиболее такие качественные взвеси из стволовых клеток мы получаем либо из концентрата костного мозга взятого из крыла воздушной кости либо это астромарно-васкулярная фракция выделенная из жировой ткани которая берется с передней брюшной стенки пациентов очень эффективные технологии но я по моей практике честно вам скажу начинаю лечение пациентов с помощью PRP я всегда начинаю с PRP терапии в двух вариантах без активации тромбоцитов с активацией тромбоцитов и если уже эффект от PRP терапии бывает неудовлетворительным что бывает крайне редко то тогда конечно мы уже смотрим в сторону стволовых клеток Надежда какие самые грозные риски и осложнения могут ждать при применении клеточных технологий лечения тромб скелета Надежда прям вот вопрос такой грозные риски вы знаете ну я в своей практике с грозными рисками не столкнулся слава богу со сложными я не столкнулся основная проблема это отсутствие эффекта от лечения но это бывает крайне редко и при крайне запущенных ситуациях поэтому ну вот про грозные риски я бы пока бы вот так бы вот не стал бы говорить это безопасные технологии которые дают действительно очень хороший положительный эффект Мария Гурам Давидович какие на сегодняшний день существуют перспективы в развитии клеточной травматологии ортопедии Мария самые широкие горизонты все в наших руках мы можем это все сегодня использовать сегодня это все есть в арсенале современных лечебных учреждений поэтому перспективы самые радужные самые современные но основное что я хотел бы сказать эти технологии нужно правильно использовать нельзя всем подряд применять эти технологии они имеют определенные показания определенные противопоказания но если их применять правильно по месту и при определенных патологиях то результаты этих технологий они очень перспективны, и, как я уже сказал, горизонты у них просто необъятны. Поэтому, если вас интересует, то я думаю, что вполне можно смотреть в сторону этих технологий. И я даже больше скажу, вы знаете, совсем не обязательно быть хирургом, чтобы применять эти клеточные технологии. Это может применять любой врач в любых современных медицинских учреждениях. Поэтому все в наших руках. Ну вот, вроде бы вопросов больше нет, поэтому, наверное, я буду завершать свою презентацию. Я еще раз хочу всех поблагодарить за время, которое вы потратили на прослушивание моей лекции. Я понимаю, что вы все уставшие после рабочего дня, но мы все учимся. Я вам скажу честно, я учусь вместе с вами, и каждая такая презентация, какую бы я ни послушал, всегда дает мне тоже очень большой поток информации, которую я с удовольствием воспринимаю. Успехов вам, хороших результатов в лечении ваших пациентов, и берегите себя, пожалуйста. Все, с уважением, Гуран Блазишвили. Спасибо.